Всем привет! Меня зовут Александра и сегодня я проведу вам урок по теме связь между координатами вектора и координатами его начала и конца, а также простейшие задачи в координатах. Сегодня мы разберем следующий вопрос. Что такое радиус-вектор? Как найти координаты вектора, зная координаты точки его начала и конца? Как найти длину вектора через его координаты и как найти расстояние между точками по их координатам? Начнем с радиус-вектор. Радиус-вектор точки — это вектор, задающий положение точки относительно точки начала координат. Координаты точки совпадают с координатами его радиус-вектора. Вы можете увидеть на слайде точка M и ее радиус-вектор OM, и у того и у другого координаты минус 4,4. Как найти координаты вектора, зная координаты точка его начала и конца? Каждая координата вектора равна разности соответствующих координат его конца и начала. Это доказывается через радиус-векторы точек начала и конца. Проведем радиус-векторы точки А, OA, и точки В, OB. И мы увидим, что вектор AB — это разность векторов OB и OA. Соответственно, из этого мы и делаем этот вывод. Каждая координата середины отрезка равна полусумме соответствующих координат его концов. Как найти длину вектора А? Если мы отложим вектор от начала координат, то мы увидим, что координата Х и координата У являются катетами прямоугольного треугольника. А сам вектор — это гипотенуза. То есть длину вектора можно найти как квадратный корень из суммы квадратов координаты Х и координаты У. Как найти расстояние между точками А и В, зная их координаты? Мы можем нарисовать вектор AB и найти его длину. Мы знаем, как найти координаты вектора, знаем, как найти длину вектора, зная его координаты. Объединяя эти знания, получаем следующую формулу. Расстояние между двумя точками — это длина вектора AB, которая вычисляется как корень квадратный из суммы квадраты разностей, координат его конца и начала. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.